2018 год только начинает свой разбег, но уже обещает немалые облегчения для пенсионеров и малообеспеченных семей, у которых должны появиться дети. Экономические успехи России, в первую очередь, рост экономики и рекордно низкая инфляция, позволили принять реальные меры по улучшению положения самых незащищенных от житейских проблем категорий населения. Мы побывали в управлении Пенсионного фонда России в Славянском районе Краснодарского края, чтобы получить актуальную информацию по интересующим многих славянцев вопросам. Как известно, программа материнского капитала была продлена президентом России до 2021 года. Семьи с детьми смогут по-новому расходовать эти средства в наступившем году. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, я говорю именно о материнском капитале, смогут получать ежемесячную выплату за счет средств материнского капитала. Под низким доходом семьи имеется в виду, если доходы в семье на одного человека не превышают полуторакратного размера прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Размер выплаты составит немногим меньше 10 тысяч рублей, которые будут выплачиваться до полуторалетнего возраста. Есть также возможность до трех лет начинать оплачивать из средств материнского капитала услуги по содержанию ребенка в детском саду или еслях. Прибавка к пенсионному пособию в нынешнем году произойдет раньше намеченного срока. Пенсии проиндексированы на 3,7%. С 1 февраля мы проиндексируем ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, но это в основном инвалиды. С 1 апреля на 4,1% проиндексируем социальные выплаты. И также в 2018 году не будет пенсионеров, чей совокупный доход будет ниже прожиточного минимума. Если пенсия плюс доходы, которые нам подает соцзащита, будет ниже прожиточного минимума, пенсионный фонд доплатит федеральную социальную доплату и общая выплата составит 8 537 рублей. Кроме того, появляется новый вид пенсии. Детям оба родителя которых неизвестны. В Краснодарском крае таких детей около 160 и они будут получать пенсию до совершеннолетия. Есть хорошая новость для работающих пенсионеров, которые решили оставить работу. Индексация пенсии для них возобновляется через 3 месяца после ухода с работы и затем выплачивается сумма индексации за время, пока делался перерасчет. Раньше этого не было. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.